Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим Лядов, я главный редактор сайта ProSound. Наши читатели познакомились с торговой маркой Donor по обзору микрофона DC87. Это весьма удачный конденсаторный микрофон с двумя мембранами и отличным звуком. Тем интереснее познакомиться с USB интерфейсами того же производителя. Речь сегодня пойдет о моделях Donor Lifejack 2x2 и Lifejack Lite. Они имеют похожий внешний вид, одинаковую начинку и технические характеристики. Отличия заключаются лишь в разъемах и оснащенности. Младшая модель Lifejack Lite имеет один микрофонный и один гитарный вход. Для индикации перегрузки здесь служат светодиоды. Старшая модель Lifejack 2x2 обладает двумя комбинированными микрофонными линейными гитарными входами XLR-TRS. Индикация также более продвинутая. Цветной экранчик с многосегментными пикметрами. Обе модели имеют одинаковую электронную начинку и характеристики. Производитель дает подробные цифры в паспорте. Они довольно типичные для устройств этого класса. Наши собственные измерения преподнесли приятный сюрприз. Производитель обещал нам 103 дБ. Мы получили около 108 дБ. Также по искажениям цифры гораздо лучше, чем указаны в паспорте. Спектр чистый, отсутствуют гармоники высоких порядков. Электронная начинка интерфейса современная и не уступает мировым лидерам по примененным компонентам. Современный чип XMOSC SU-316 расположен рядом с тремя генераторами тактового сигнала. Как и в популярной линейке Focusrite Scarlet, здесь стоит стереокодек Cirrus Logic CS4272, динамический диапазон 114 дБ, коэффициент гармоник плюс шум менее минус 100 дБ. Микрофонный предусилитель чип GRC2068, малошумящий и с большим диапазоном гейна. Прочие операционные усилители. Классические 5532 и 4580. Ожидаемым решением выглядит усилитель для наушников GRC3414A. Максимальный размах сигнала при этом выше среднего. 1,7 Вольт РМС. Производитель поставляет полноценный ASIO-драйвер, который поддерживает форматы записи и воспроизведения до 24 бит 192 кГц. Задержка при буфере 64 сэмпла и частоте 44 кГц довольно стандартная – около 8 мс. Оба интерфейса имеют возможность подключения профессиональных конденсаторных микрофонов, требующих подачи фантомного питания плюс 48 Вольт. Запас по гейну довольно большой – 55 дБ, а цветной экранчик помогает подстроить уровень записи. Оба интерфейса имеют средства аппаратного мониторинга без задержки. В старшей модели есть удобная ручка баланса между входным сигналом и фонограммой. На задней стороне обе модели имеют балансные выходы TRS для подключения активных студийных мониторов. Старшая модель ожидаемо более универсальная, так как она имеет дополнительный выход стерео-РЦА, а также разъемы MIDI. Интерфейсы питаются от современного разъема USB-C. Кабель подключения идет в комплекте. Выход для наушников имеет отдельную регулировку уровня, что выглядит весьма продуманно. И вишенка на торте – большая удобная ручка громкости, которая вращается плавно с небольшим приятным усилием. Она отвечает за уровень громкости в мониторах. Мы не столкнулись с какими-либо трудностями в реальной работе. Достаточно подключить микрофон, наушники, и можно с комфортом записывать голос и инструменты в любом музыкальном софте с Азио. Качество звука находится на профессиональном уровне. Громкости в наушниках достаточно. Гейна хватает для любых конденсаторных микрофонов. По результатам нашего тестирования мы пришли к выводу, что интерфейсы Donor Lifejack 2X2 и Lifejack Lite лучше всего подойдут для персональной звукозаписи и домашних студий. Они доступны по цене, оснащены всем необходимым для работы, имеют хороший звук и ничем не уступают более именитым мировым маркам. Кстати, весь наш ролик записан на микрофон Donor DC87 и интерфейс Donor Lifejack 2X2.